Доброго здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного Славянского Радио! Меня зовут Елена Андреева и сегодня я нахожусь в гостях у доктора философских наук профессора-историка Чудинова Валерия Алексеевича. Доброго здравия вам, Валерий Алексеевич! И вам того же. Доброго здравия! Нам стало известно, что совсем скоро, буквально на днях, 30 июня, наступает ваш юбилейный день рождения. И сегодня речь в нашей беседе пойдет о годах именно с 1942 по 1957 год. Это годы, которые очень важны для вас и для нашей страны. Так вот, 1942 год. Великая Отечественная война в самом разгаре. Это очень тяжелое время и для народа, для нашей страны. Но тем не менее, жизнь продолжается. Люди любят, рожают детей. Вот есть ли какая-то семейная история, предание по поводу вашего появления на свет? Ну, особой истории нет, но вполне понятно. Мой отец, как любой военно обязанный, обязан был в 1941 году пойти на военную службу. Ну и понятно, так сказать, что я появился летом 1942 года. Так что тут все понятно. Но меня больше интересует нечто другое. Мне хотелось не столько рассказать о традициях своей семьи и о моих детских впечатлениях, сколько показать тот быт, в котором мы находились. Потому что этот быт очень сильно отличался от того, чем мы сегодня занимаемся и какой быт у нас сегодня. Так чем замечательны эти годы? Эти годы замечательны тем, что несмотря на большие трудности, которые переживала наша страна, нам старались сделать все, так сказать, с точки зрения советской власти, чтобы люди жили нормально, чтобы они как можно меньше ощущали вот эти тяготы войны. Ну, безусловно, тяготы были и кое-что я сегодня постараюсь показать. Что было замечательного в те годы? Какие люди были? Вот что вы помните, ваши воспоминания о тех годах? Чем жили тогда люди? Ну, во время войны, конечно, жили ощущением победы. Все желали этой победы. Ну, к сожалению, она пришла не так быстро, как хотелось бы. И вы сами понимаете, с чем это было связано. Но, тем не менее, ну вот я могу сказать, скажем, в детском саду все мальчики обязательно рисовали самолеты, истребители, конечно, с красными звездами и падающие немецкие самолеты. Вот. То есть, понимаете, вот патриотизм, он был даже на уровне детского сада. Патриотизм. Хорошо. Это, да, действительно очень важно. Но, может быть, запомнились какие-то яркие фрагменты, воспоминания о соседях или, ну, о родителях. Вот на примере. Да, безусловно, конечно, конечно. Ну, во-первых, мы жили в коммунальной квартире. Сейчас, ну, в основном, все-таки, если брать Москву, то все-таки люди живут в отдельных квартирах. Правда, может быть, не таких больших, как на Западе, но, тем не менее, все-таки отдельно. А у нас тогда была мечта, вот, когда-нибудь в жизни пожить в отдельной квартире. А то квартира была коммунальная. Ну, вот у нас было две соседские семьи, причем вот у нас было две комнаты. У ближних соседей одна комната, и еще у дальних соседей тоже две комнаты. Когда-то это был особняк дворянский, и все комнаты были проходными, но потом все эти двери проходные заделали, заштукатурили. Вот, и получилось, вот, у каждого, так сказать, в квартире, вот, по крайней мере, три семьи. Но наша квартира считалась пятой, а под нами был полуподвал. Там была шестая квартира. И в этом полуподвале тоже люди жили, тоже целая семья жила. Ну, как вам сказать, я-то всегда считал, что мы жили на втором этаже. На самом деле, это была мансарда. То есть, первый этаж был каменным, а второй этаж был деревянным. Вот, деревянная мансарда. Ну, понимаете, это семейство поварских улиц. Вот, она тогда называлась по-другому, но сейчас она называется поварская. Мы вернулись к тому названию, которое было когда-то. И вот поэтому один переулок скатертный, другой переулок столовый, третий переулок хлебный, четвертый переулок ножовый. Понимаете, вот это все поварское семейство. Вот, поскольку там действительно были повара, которые готовили для царской семьи. Это очень важно, потому что навряд ли сейчас современные дети могут представить такое, чтобы жить в проходных комнатах, когда порой подростку неудобно, если кто-то проходит через его комнату. Или кто-то внедряется в его пространство. А здесь особняк, да, это здорово. Но, тем не менее, вот такая большая, можно сказать, община какая-то. Вот, было ли единение среди соседей? И да, и нет. Понимаете? Ну, единение было в том, что, конечно, мы все разделяли те взгляды, которые были у нас у всех. Скорее бы кончилась война, скорее бы, так сказать, кончились все неблагоприятные вещи. Но я просто хочу сказать, это был период, когда, например, Москва еще не имела газа. У нас были керосиновые приборы, начиная от примуса, кончая керосинками и керогазами. Вот, сейчас мало кто знает такое вообще название – керогаз. Вот, они были, и примусы были, понимаете? Сейчас тоже не все знают, что такое примус. Вот, более того, в керосиновой лавке были специальные автоматы. Вы должны были купить жетон, бросить его в автомат, потом ручку один раз повернуть, и вам ровно литр керосина лился в бетон. Вот, сейчас таких автоматов нет. Ну, вот я показываю, есть фотографии того времени. Репродукторы совершенно не так выглядели, приемники совершенно не так выглядели. Понимаете, приемники в основном были… Ну, вот, сейчас все как бы по горизонтали располагается, а раньше по вертикали приемники были вертикального вида. Согласитесь, это тоже не очень обычно. Но, что самое необычное, приемник имел не как сейчас, ну, вот сейчас тоже есть шнур и вилка, вилка втыкается в розетку. А раньше у приемника был шнур, и на двух концах были розетки. И вот один раз я очень хорошо поел вкусного киселя, он мне очень понравился, я решил, ну, если кисель такой вкусный, наверное, вот эта вот вилка, она тоже вкусная, я решил ее лизнуть. Я ее лизнул, и не ожидал, что меня затрясет все. Ну, сами понимаете, я просто подключился к электрической сети. Но, слава богу, там напряжение было не 220 вольт, а 127 вольт. Вот, так что меня не очень сильно тряхнуло. Вот, просто у меня был исследовательский характер, мне всегда было любопытно, а что будет, если вот что-то вот сделать. Хорошо. Мы поговорили об особенностях тех лет, о новшествах, которые появлялись тогда. Вот какое впечатление создавалось? Очень сильное впечатление. Значит, первое новшество. Вот у моего деда была дача в Ферсановке, ну, как дача. На самом деле, мой дед был мастеровой, в частности, он и плотничал. И вот соседи Арбузовы имели большой участок, но у них не было здания. А здание было в соседней деревне. И они ему предложили это здание перевезти. Значит, владелица этого здания получила четверть этого здания и маленький участок. Ну, четверть участка. И мой дед получил за это не деньгами, а тоже получил четверть этого здания и вот четверть участка. И вот мы туда ездили. А вот насчет новшеств. Сначала возили туда паровозы. Но что мне очень нравилось, первый вагон всегда был детским. И в детский вагон никого не пускали, кроме родителей с детьми. То есть обычные пассажиры там места не имели. Поэтому всегда там было место для ребенка. После, когда пошли электрички, никаких детских вагонов уже не стало. Об этом забыли. Дальше. Как ни странно, в Ферсановке был маленький, но свой деревянный вокзальчик. Я вот тоже показываю здесь картинку, как выглядели вот эти вот подмосковные маленькие вокзальчики. Там низкая платформа была. Вы, наверное, знаете, что у вагонов тоже были ступеньки. Вы со ступенек спускались, придерживались за поручень и спускались на низкую платформу. Но потом, начиная с 60-х годов, все это ликвидировалось. И пошли электрички. Но когда я впервые увидел поезд, я очень испугался, когда я паровоз увидел. Во-первых, я его сначала увидел в детском саду. И что мне не понравилось? Ну, мне не понравился его сигнал. Если вы слышали, как паровоз гудит так. То есть, такое впечатление, что он вот сейчас всех зарежет, перережет. Ну, я ребенок, я, естественно, пугался всего этого. Но потом, что меня очень удивило. Мне сказали, что он топится углем. Но я привык, что если углем топится, черный дым должен идти. Когда я подошел ближе к паровозу, я вдруг увидел, что у него пар идет вовсе не из трубы. Он идет из-под колес. Ну, как вы знаете, на самом деле паровые двигатели, там действительно, они же паром работают. И пара выходит из-под колес. Тоже было удивительно. Но вот когда заменили на электрички, а электрички уже потребовали высоких платформ. Значит, снесли вот эти вокзалы и стали строить высокие платформы. Вот первое, так сказать, удивление, чего раньше не было. Дальше, что меня очень удивило, мы жили недалеко от того, что сейчас называется Новым Арбатом. Вот. Застали и улицу Молчановку, и собачью площадку, там чуть подальше было. Так вот, на этой улице Молчановки находился дровяной склад. А у нас была печка, печное отопление. И, естественно, печное отопление было, конечно, дровяное. Позже сделали углем отопление. Но все равно надо было ездить за дровами, потому что без дров уголь не загорается. Температура зажигания угля очень высокая. Поэтому сначала надо было протопить дровами, и только потом туда класть угли. Вот тогда да. А потом, значит, снесли этот дровяной склад, и там в начале этого Арбатского проспекта церквушку маленькую сделали. Вот она как раз на месте дровяного склада. А напротив родильный дом имени Грауэрмана, в котором я родился. И выяснилось, что в этом доме имени Грауэрмана родилось очень много людей. Ширвиндт там родился, Миронов там родился. Очень многие, так сказать, известные люди там родились. Да у меня очень много светлых воспоминаний именно о том времени. Ну, вы же сами понимаете, у каждого человека детство – это самый любимый период жизни. А вот, может быть, немного про родителей расскажете. Пожалуйста. Значит, отец мой из крестьян, так же, как и мама. Но так получилось, если с отца начинать. Значит, когда-то он жил, по-моему, в Пензенской области. Ну, это было очень давно. А потом они всем семейством переехали в Краснодар. Ну, видимо, это вот после Первой мировой войны. Сами понимаете, во многих областных центрах было очень трудно с продовольствием. Ну, а в Краснодаре, сами понимаете, всегда там с продовольствием было неплохо. Вот поэтому туда переехали. И практически все родственники по отцовской линии у меня там живут. Но выяснилось, что у него неплохой голос. Хотя он специального образования не получил. Хотя какое-то время он даже числился в консерватории. Но только потому, что там можно было проживать в общежитии. Ну, видимо, какой-то опыт он перенял. А после войны всегда был большой дефицит в певчевских кадрах. Потому что в каждом областном центре обязательно был оперный театр. И нужно было исполнять заглавные роли. И вот он исполнял. И Евгения Онегина, и в других исполнял, так сказать, пьесах. Но как-то он решил переехать из одного областного центра в другой. Он решил переехать в Нижний Новгород. И тут, к сожалению, когда он туда переехал, его обокрали. И он не смог поэтому устроиться туда. Потому что даже не было денег на гостиницу. Ему пришлось вернуться. Ну, после этого он потом неоднократно ездил в другие места. В частности, Челябинск-40. Это вот закрытое место. Тоже там играл. Ну, и концертной деятельностью занимался. И оперной партии играл. Ну, а в Москве, естественно, у него не то образование. То есть, практически у него образования не было. И поэтому в какие-то серьёзные театры он устроиться не мог. Но он неплохо рисовал. Поэтому он устроился в Московский Союз художников. Но, как вы знаете, раньше не фотографии были партийных деятелей, а портреты. А как портреты делать? Значит, оказывается, сначала был трафарет. Трафарет был отдельно под коричневую краску. Отдельно под чёрную краску. Ну, и вот сначала трафарет. Потом надо было рукой, так сказать, ваткой всё это размазать, чтобы никаких границ красок не было видно. И после этого карандашом, так сказать, добавить какие-то штрихи, которые не очень получились в краске. Ну, вот у него на каждый портрет дня два, наверное, три выходило. И, значит, вот где-нибудь в месяц портретов пять-шесть. Но обязательно надо было пройти через художественный совет. И смотрели, какие-то одобряли, какие-то не одобряли. Понимаете? Там должно быть не только внешнее сходство. А он рисовал и Сталина, и Ворошилова, и Молотова. Ну, так сказать, вот на кого спрос был, того он и рисовал. Ответственность очень большая. Ответственность очень большая. Но, сами понимаете, чуть не там карандашом штрих сделал. Говорит, о, нет, это не пойдёт. Тут слишком явно. Это не надо. Ну, сами понимаете, придирок всегда было очень много. Поэтому заранее сказать, что все портреты пойдут, невозможно было. Но вот когда он говорил, что, так сказать, вот это вот растирание ваткой, оно ему стоило, в конце концов, он получил на этом деле инфаркт. Вот, причём где-то в не очень старом возрасте, 50 с чем-то лет ему было тогда. Но получилось так, что, к сожалению, когда он в этот Челябинск уехал, он уехал без семьи, но и там он сошёлся со своим концертмейстером. Вот, и когда приехал, пришлось развестись маме с ним. А мама? Мама, мама тоже из крестьянской семьи. Причём мама приехала в Москву, будучи 12 лет. Она из области, из Тульской, которая граничит с Калужской областью. Вот есть такой город Олексин, может быть, вы знаете. Вот, ну, где-то она жила примерно в 12 верстах от этого Олексина. Но иногда они ходили в Олексин на ярмарку, там, что-то покупать. Ну, вот 12 верст – это где-то километров 15. Это, естественно, пешком. Туда и обратно. Значит, туда и обратно 30 километров. Вот. Приехала она в 12 лет. И она приехала до Второй мировой войны. Поступила на швейную фабрику. Они там шили под сумки для противогазов. Вот. И, в общем, так сказать, вот она так продержалась. Она рассказывала, что она однажды видела Ленина. Да, Ленин шёл. Причём её поразило, что практически никакой особой охраны рядом с ним не было. Но она его узнала, естественно. Он был известен. Вот. Ну, потом, так сказать, она познакомилась. И познакомилась в Москве с одним мужчиной, который был не из её деревни, но из соседней деревни, но с такой же фамилией, как у неё. У неё была девичья фамилия Кузнецова. Вот. И он был Кузнецов. Вот. И у них родилась дочка. Вот. Её назвали Зоей. Она на 20 лет меня старше. Вот. Ну, а потом моя мама увидела, так сказать, моего отца, который пел в ансамбле Александрова. Вот. И, естественно, влюбилась в него. Ну, сами понимаете, певец. Вот. Понимаете, для хориста у него образование вполне достаточное было. Ну, конечно, для сольных партий, может быть, не совсем достаточно. Вот я помню, он дома ещё ходил и пел. Вы мне писали, не отпирайтесь, я прочёл душедоверчивые приздания. Ну, и так далее. То есть, вот Арии пел. Какие-то отрывки из Арии. Вот. Или из Моцарта там что-то. Или из чего там. В общем, нет. А! Бритвы, ланцеты, гребёнки, щётки, куда бы ни шёл, при себе я держу. Ну, фигура. А кто наложил всё-таки вот главный отпечаток на вашу жизнь из родителей? Ну, скорее всего, мама. Мама меня очень любила. Вот. Но, тем не менее, мама меня воспитывала в труде. Значит, первый труд, вот как только я мог как-то ей помогать, это пилить с дрова. Сами понимаете, мы привозили с дровяного склада, это вот кругляк был. Его сначала надо было распилить на нужной части, потом расколоть. Ну, колоть я не колол. Мама мне не доверяла ни топор, ни колун. А вот пилить – да. Мы с ней пилили. Вот. Потом постепенно там и вот помогало и печку топить, всё. Вот. Но со временем, значит, так получилось, что когда-то моя вот эта сестра сводная, Зоя, она вышла замуж, и вместе со своим мужем они уехали. Тогда у нас были дружные отношения с Албанией. А он инженер-строитель. И вот они туда на несколько лет уехали. А потом они вернулись в Москву. И вернулись не вдвоём уже, а втроём с дочкой. Вот эта дочка в виде маленького кулёчка лежала, ей там где-то полгодика было. А муж Зоин, Игорь, он строил здание, был главным инженером строительства где-то вот в районе Шмидтовской улицы. Шмидтовский проезд есть такой в Москве. Вот. И вот… Ну, я его хорошо знаю, потому что там был в своё время райком комсомола. И когда я вступал в комсомол, я туда ездил. Там и райком партии был, и райком комсомола был. Ну, и вот, так сказать, угловой дом он там построил. И в конце концов там у него и осталась двухкомнатная квартира появилась. Потому что он был главным инженером этого строительства. И он отъехал. Но пока они жили у нас, значит, нужно было брать молочное питание для, так сказать, грудного ребёнка. Вот я ходил в детскую консультацию. Там, значит, выдавали бутылочку с такой ватной пробочкой. Вот я за ней ходил. Это было между Мерзляковским переулком и бульваром Никитским. А во дворе этого дома стоял памятник Гоголю. Потому что когда-то в этом дворе жил Николай Васильевич Гоголь. Вот там такая сидячая статуя была. Так что вот такие вот детские воспоминания у меня. Да, вот сейчас расскажите кому-то про бутылочки, которые заткнуты ваткой и дают детям. Однако очень было всё вкусно, полезно. Причём очень высокого качества было это детское питание. Я ещё, кстати, тоже помню такие бутылочки. Помните, да. Я застала эти молочные кухни и эти бутылочки на самом деле. Детские воспоминания о семье, о маме, о родных, близких. А вот чем жила тогда страна? Ведь это же такое яркое время. Я понимаю, но, понимаете, пока я ходил в детский сад, мне ещё очень трудно было сказать, чем жила страна. Но, когда я ходил в детский сад, что меня поразило? Значит, ну, во-первых, меня поразили раскладушки. Чем они меня поразили? Ну, вот сейчас раскладушка раскладывается втрое. А тогда раскладушка раскладывалась вдвое, потому что она, может быть, вы знаете, вот такая вот была, значит, такие ножки. Вот. Я такой рисунок показал. Вот. Причём, значит, поскольку я ходил недалеко в детский садик, может быть, даже это и не детский садик, а ещё ясли были, меня положили на новую раскладушку. А у неё были ножки алюминиевые. И, так сказать, ручки, которые высовывались за брезент, они тоже были алюминиевые, но это свежий алюминий. Он ещё не посерел. Он ещё вот блестящий был, как зеркало. И я понял, что я в таком великолепии лежу, что я долго не мог заснуть. И мне воспитанница говорит, Чудинов, ты что ворочаешься? Ну, как говорит, слезай с этой кровати. И дала мне старую раскладушку. Мне было обидно, но я тоже долго не мог засыпать, но тут уже воспитательница не заметила, что я долго не засыпаю. А вот на новой раскладушке она заметила. Мне очень обидно было, что меня переложили. Это, так сказать, оборудование. Когда я в детский сад пришёл, меня что удивило? Никаких цветных игрушек. Значит, называлось кубики. На самом деле это брусочки были серого. Знаете, на флоте называется, по-моему, кубовая краска. Она вот такая серо-зелёная какая-то, невзрачная. Были действительно и кубики, и продолговатые вот такие стержни были. И были треугольнички. И вот из них можно было чего-то складывать. Ну, естественно, приложите так, получается, самолёт. Приложите вот так, получается, трактор. Вот так приложите автомобиль. Ну, детское воображение работает, а цветных игрушек никаких не было. Так, возможно, для этого и было как раз это сделано. Может быть. Чтобы у детей развивалось воображение, образное мышление. Совершенно верно. Совершенно верно. А вот лично на вас, как эти годы на дальнейшую жизнь сказались? Очень плодотворно. Как сказалось, да, на дальнейшей деятельности вот того Валера Чудинова, который дальше пошёл после сада в школу и так далее? Очень плодотворно, потому что я очень любил играть в эти кубики. Я из них что-то делал. И был у нас хор, причём один раз даже этот хор в радиокомитет пригласили. Мы изучали русские песни, типа «Землюшка чернозём». Может быть, слышали такую песенку. Но меня не взяли. Сказали, что я не очень удачно пою в хоре. А я очень обрадовался, потому что уже никаких претендентов на эти кубики больше не было. Я мог сам сколько угодно кубиков себе взять, ни с кем делиться не надо. И я вот с удовольствием это время провёл. Но меня интересовало, а вот на этой студии звукозаписи, какие там аппараты, что начал расспрашивать мальчишек и девчонок, но никого это абсолютно не интересовало. Поэтому никто мне ничего об этом сказать не мог. А меня всегда интересовало, а вообще, вот как это работает, что это такое. Понимаете? Вот с детства всё интересовало. Поэтому, наверное, я всегда на мир смотрел, знаете, вот такими открытыми глазами, широкими. Надо же, а вот как же это работает? О чём ещё хотелось бы вспомнить? Ой, ну много о чём. Я вот вам говорил, значит, что была керосиновая у нас, так сказать, готовка на керосиновой плите. Значит, на керогазе, на керосинках. Но мне потом рассказали, что однажды, мне был годик тогда, и, значит, у нас был примус. После этого примусами не стали пользоваться. Значит, что получилось? Мама какую-то молодую девушку наняла из Подмосковья в качестве няни. Вот. А ей надо было подогреть мне завтрак. Она решила подогреть на примусе. Но ей особо не рассказали. Но сказали, ну что, примус, ну, значит, там насос, надо накачать его, ну, поднести спичку, и всё. Но ей одну малость не сказали. Знаете, какую малость? Что, когда вы насосом накачаете, там всё вспенивается, и там смесь воздуха и керосина. Надо дать отстояться. Ну, хотя бы минут 20. Она не дала отстояться. Поэтому, когда она только повернула кран, вот такая струя керосина брызнула, она поднесла спичку, вся эта струя загорелась и ударила в соседнюю стену, оклеенную бумажными обоями. Что с бумажными обоями стало? Они загорелись. Слава Богу, соседка это увидела, взяла ковш воды и стала поливать, и тут же всё это залила. Но если бы не соседка, всё. А эта нянечка, она не стала ничего гасить, она меня взяла, взяла, так сказать, свёрнутого что-то в одеяло и побежала на улицу от пожара подальше. Она меня спасла. Но мама потом с ней, так сказать, её уволила. Потому что, ну, понимаете, ну, никому в голову не приходило, что в то время кто-то не умеет обращаться с примусом. Ну, а вот сейчас любой из нас, если бы ему предложили зажечь примус, он бы точно так же поступил. Потому что, ну, надо знать, согласны вы с этим, как обращаться с тем или иным предметом. Я думаю, что сейчас никто не умеет обращаться с примусом. Ну, иногда в фильмах показывают примусы, ну, так сказать, мало кто знает, как они работают. Ну, а вот у нас, у соседей сначала появилась, у одних соседей трёхфитильная керосинка. Она быстрее готовила. Обычно двухфитильные были. А потом появился керогаз. Ну, это вообще ещё быстрее стал готовить. Ну, это целый агрегат. Вот так что вот так. А в 1948 году удивительная вещь. Я смотрю, что-то зимой люди ковыряются в мёрзлой земле. Разводят там костры. Я спрашиваю, зачем вы костры разводите? Они говорят, ну, как землю прогреваем. А зачем землю прогревать? Ну, мы её долбим. Вот мы же тут траншею прокладываем. Это пойдёт газовая труба. И подойдёт к каждому дому. А у нас соседка была, Мария Александровна. Мы все её звали Марлексанна. Вот. Эта соседка всегда боялась всего. Больше всего она боялась грозы. У нас был посредине коридора был умывальник. Он отдельно закрывался. Очень удобно это было. И вот она туда бежала во время грозы. Вот когда перестанут раскаты грома слышаться, она назад возвращалась. И вот накануне подключения к газу, к газовой магистрали, она ночь не спала, и всё боялась, что мы взорвёмся. Но мы, слава Богу, не взорвались. И она даже проспала тот момент, когда нас подключили. То есть она-то думала, что подключили вечером, а нас подключили ещё с утра, а она об этом не знала. Но, естественно, сказали только тогда, когда всё сделали. Сказали, ну, вы уже с утра подключены. Вот это я к тому, что, понимаете, даже в Москве только с 48-го года газовое отопление и готовка на газе. Но вы сами понимаете, насколько дешевле готовить на газе, чем на керосине. Вот я как раз хотела спросить, чем жил тогда город, как он выглядел, что запомнилось? Запомнилось. Запомнились, во-первых, все праздники запомнились. Почему запомнились? Потому что вечером не просто был салют. Вечером перед салютом было очень интересное шоу с помощью прожекторов. То есть прожекторы оставились в разных районах Москвы. И вот вы видели, вот они скрещиваются, вот они расходятся. Ну, целое шоу было. И только потом шел салют. И вот мне было очень интересно посмотреть. И оказывается, на соседнем хлебном переулке как раз поставили прожекторную установку. Я тут же побежал ее смотреть. Оказывается, прожектор прожектора, а рядом стояла динамомашина. А что такое динамомашина? Это грузовик, внутри которого был генератор, электрогенератор. Работал он от того же движка, от которого двигатель машины. То есть от двигателя машины он работал. И солдаты вручную крутили, а там же электрическая дуга была внутри прожектора. И мощность у него очень сильная была. Но вы же знаете, что во время войны прожектором можно было ослепить вражеского летчика. Настолько сильный был прожектор. Вот меня это очень устраивало. Потом я всегда хотел присоединяться к демонстрациям. Ну, это уже я чуть постарше стал. Значит, как я узнавал, что идет демонстрация? Как вы знаете, демонстрации всегда шли от каких-то предприятий. Ну, и чем крупнее предприятие, тем крупнее духовой оркестр от этого предприятия. И вот я сначала что слышал? Бум-бум. Это большой барабан. Чуть ближе подходил, я уже слышал басы. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот. Еще ближе подходил, я уже более высокие инструменты слышал. Вот. По мере того, как я приближался к духовым оркестрам, я слышал все более полное звучание. Ну, мальчишка, понимаете, я кому угодно присоединялся, ну, и меня никто не прогонял. Ну, что с мальчишки взять? Вот. И я несколько раз доходил до Красной площади. И в частности, я дошел даже в 1953 году до Красной площади. Нет, наверное, это был 1952 год. Значит, это был, по-моему, октябрьский парад, который принимал Сталин. И, оказывается, он принимал его где-то примерно до пяти вечера, чуть ли не до шести вечера. Уже стемнеть стало, вот только тогда все это закончилось. Вот. Поэтому я это очень хорошо помню. И все думали, дело в том, что всегда 1 апреля было снижение цен. Пусть оно было плевое, оно совсем на копейки было. Но вы представляете, если 1 апреля снижение цен, то уже где-то начиная с 20 марта уже очень редко ходили в магазин, потому что, ну как же, через неделю все будет дешевле. Зачем сейчас покупать? Лучше мы купим через неделю. Поэтому покупали только то, что вот срочно сейчас необходимо. А все остальное можно попозже купить. Ну и действительно, все боялись, что в 1953 году не будет снижения цен. Оно было. Но было, кстати сказать, в последний раз. Да, вот 1953 год. Я как раз хотела спросить, что тогда запомнилась смерть Сталина? Какая реакция была? Смерть Сталина? Ой. Я уже тогда учился в музыкальной школе. Я когда пришел, и когда услышали, что Сталин умер, все преподаватели плакали. Причем женщины прямо на взрыт плакали. То есть, это, понимаете, траур был. Но, естественно, я хотел присоединиться к той толпе, которая шла постепенно к мавзолею Ленина. Можно было на бульваре присоединиться. Я вот через этот двор памяти Гоголя пришел. Первое, что я столкнулся, оказывается, все дворы перегорожены грузовиками. Ну, я мальчишка. Я, естественно, под грузовик поднырнул, вынырнул. Батюшка! А там такая плотная толпа. Я смотрю, один мужчина, его придавили, он прижался к фаре автомобиля. И я смотрю, как постепенно вот эта фара гнется. Представляете, вот на него так давили. Вы представляете, согнуть, так сказать, кронштейн автомобиля, фары, это какое давление должно быть? Я понял, что меня там просто раздавят. Я опять поддырнул и домой пошел. Скорь была огромная. То есть, люди стекались не только со всей Москвы, люди стекались со всего Советского Союза, чтобы с ним проститься. Потому что, конечно, авторитет его был огромен. А что после было? Понимаете, а вот то, что было после, это трудно как-то назвать, потому что там пошла какая-то череда непонятная. Какие-то люди, вот Маленков, я его практически никогда не слышал, что какой-то Маленков был. Мой отец никогда не рисовал портрета Маленкова. Но Ворошилова все знали, так сказать, Молотова все знали, но кто такой Маленков, никто понятия не имел. Потом вылез Хрущев, которого тоже мало кто знал. Вот, то есть, понимаете, вот шло чередование такое, ну, с которым очень трудно было согласиться. Вот, просто мы этих людей не знали. Но, когда пришел Хрущев, понимаете, Хрущев очень любил казаться таким простым мужичком. И он много пословиц говорил, у меня такое впечатление, что половину пословиц он сам выдумал. Но он говорил, это вам не ноздрёщи хлебать, вы когда-нибудь такую пословицу слышали? Ноздрёщи хлебать. Вот у меня впечатление, что он сам выдумал. Потому что, ну, не в характере русского языка вот такие дурацкие пословицы делают. Валерий Алексеевич, сейчас очень часто вспоминают образование в школах, когда было при Сталине, сейчас эти программы даже поднимают, стараются где-то вводить в обучение самостоятельно. Вот что вы о школе помните? Вы понимаете, мне необычайно повезло, потому что я попал в 110-ю школу. Что такое 110-я школа? Это бывшая 10-я школа Российской империи. И вот, когда у нас, допустим, практические занятия были по физике, нам доставали не те учпедгизовские, чёрные, чёрного эбонита, вольтметры и амперметры, нам доставали бронзовые приборы, где было написано «Поставщик его императорского величества». Причём поставщик с твёрдым знаком на конце. Императорского величества, понимаете, вот в орфографии той старой. Причём они были раз в 10 точнее, чем вот эти учпедгизовские приборы. То есть там сохранилось то, что было ещё вот от царской России. Причём повезло мне с директором школы. Директор школы – это Иван Кузьмич Новиков. И Иван Кузьмич Новиков, он был образцом образования. Он несколько книжек написал о том, как надо строить образование в средней школе. Он предлагал, ну, например, такую вещь. Он говорил, что обязательно надо развивать творчество учащихся. И надо, чтобы в каждой школе обязательно выпускали в каждом классе свою стенгазету. Ну, стали выпускать, и с четвёртого класса я был редактором школьной стенгазеты. Но если в четвёртом классе ещё кто-то писал заметки, то к шестому классу уже никто заметок писать не стал. Пришлось мне писать заметки за всех. Ну, я, правда, согласовывал. Ну, люди, естественно, чем им самим писать, они соглашались. А, так, да, да. Ну, я с этой точки зрения согласен. Ладно, пусть так. А вот взаимодействие между преподавателями и учениками, между учениками? Великолепное взаимодействие. Значит, вот в пятом классе у нас была… Ну, в первом классе мне учительница не очень нравилась. Почему? Потому что она меня называла не Валерий, ну, меня вообще мама называла Леля. Вот. Она меня называла почему-то Валя. Но Валя – это от Валентина. И когда… Ну, если бы вас, скажем, не Леной называли, а как-нибудь там Ланой или Риной или ещё как-нибудь, вам бы, наверное, тоже это не понравилось. Каждый человек привыкает к своему имени. Вот поэтому мне не очень она понравилась. Но, когда я дошёл до пятого класса, у нас была замечательная учительница по русскому языку. Я от неё не слышал ни одного вводного слова. Ну, как вы знаете, почти все употребляют эти вводные слова. Ну, ладно, ну, посмотрим. Ну, так вот, так значит, вот так сказать, тем не менее. Ничего этого у неё не было. Она говорила как по писанному. Вы представляете? То есть, Иван Кузьмич сам отбирал каждого преподавателя. С ним беседовал, смотрел, насколько этот человек, так сказать, способен. То есть, школа, она была не лучшей в Москве. Она вообще считалась лучшей у нас в Советском Союзе. Так что мне это повезло. А потом, когда я закончил музыкальную школу, мне повезло, потому что я устроился в музыкальное училище, которое было за стеной моей школы в Мерзляковском переулке, находилось музыкальное училище при Московской государственной консерватории. И я там учился со многими ребятами, с которыми потом мы организовывали агит-коллектив и ездили по разным городам, в частности, и даже по другим республикам. Скажем, один раз летом мы поехали в Казахстан. Ну, вот, допустим, может быть, вы знаете оперную певицу Синявск. Вот мы с ней на одном курсе были, и мы с ней в одной агит-бригаде были. Я не знаю, вспомнит ли она меня или нет. Или, скажем, курсом ниже учился Игорь Бриль. А Игорь Бриль в Гнесинском училище, точнее, даже не в училище, а в Гнесинском институте создал джазовый факультет. И очень долго он выступал, как эстрадный артист. Он сидел за роялем, а его дети играли на саксофоне. Так что, понимаете, я был знаком с очень многими, так сказать, интересными людьми. Ну, и, конечно, у нас, естественно, пользовалась очень большим уважением джазовая музыка. И тайком мы, естественно, играли джазовые произведения. Но тайком от руководства. А был у нас такой студент Пасхалов. Он решил выпустить стенгазету и назвал ее... Ну, вы, наверное, знаете, тогда говорили, что джаз – это музыка чего-то толстосумов, ну, что-то вот в этом духе. А он назвал газету «Джаз – музыка обреченных». Вот. И там знаменитые джазисты на фотографиях были. В общем, целая газета. Она провисела ровно полчаса до прихода нашей директрисы, Ларисы Леонидовны Артыновой. Она сказала, «Сейчас же снять!» Непременно. Вот. Потому что, сами понимаете, джаз, как это джаз, в советском музыкальном училище при консерватории, такого быть не может. Вот так. Ну, тоже я познакомился там с очень интересными ребятами. Кто-то мне свое место уступил в ансамбле, который играл перед началом киносеанса. Потом еще один мне место уступил. Так сказать, подхалтуривали мы в разных театрах. В частности, я подхалтуривал в детском театре. Вот. И там у меня было соло на ксилофоне, которое надо было играть. Значит, такая была у нас индолог Гусева, которая перевела Ромаину на русский язык. И вот у нас шел спектакль в детском театре под названием «Ромаина». Вот. И однажды присутствовал на этом спектакле Дживахарлал Нейру, которому очень понравилось. Музыку написал Баласанян. Очень хорошая музыка была. Вот. Причем состав исполнителей был в детском театре замечательный. Но пока у нас были паузы, там же не все время играет оркестр. Вот. Мы там под сценой собирались, в домино играли, кто в шашки, кто в шахматы играл. Вот. И туда же приходили артисты, которые в данный момент, в данной мизансцене не участвовали. Ну, что делать? Ну, вот они к нам приходили, тоже с нами играли. Так что мы вот так вот были знакомы с артистами, не то, что так вот издали, а вблизи. Валерий Алексеевич, очень много интересных знакомств, интересных воспоминаний. А явилось ли что-то вот с тех времен толчком или стартом для того, чтобы тот Валера Чудинов стал доктором философских наук, профессором Валерием Алексеевичем Чудиновым? Безусловно. Меня очень многие вещи интересовали. Я не знал, куда мне пойти дальше идти. Ну, вот разные были планы. Я мог, конечно, пойти после училища в консерваторию. Ну, а дальше? Ну, хорошо, ну, буду я играть. Ну, вот у меня был знакомый, там, Селевачёв, который играл в симфоническом оркестре, ну, скажем, на литаврах играл. Ну, понимаете, барабан или литавры – это совсем не то, так сказать, к чему я стремился в жизни. Согласитесь, да? Что касается ксилофонистов, исполнителей, ну, я знал одного или двух, но, понимаете, это не тот инструмент, у него не такой богатый тембр. Потом соседи всегда жаловались, если я в своей комнате играл на ксилофоне, потому что звук у него резкий и такое по ушам бьёт. Поэтому я спускался, это называлось кухня у нас, в полуподвале. Туда редко вообще кто заходил, а вот там я играл, потому что иначе просто соседи возражали. Вот. И я думал, раз у меня хорошо идут предметы физико-математического цикла, не пойти ли мне на физический факультет? И пошёл на физический факультет. Вот. Причём, опять-таки, поскольку моя музыкальная школа была во дворе планетария, я очень часто после музыкальной школы заходил во двор планетария и с удовольствием смотрел на телескопы, так сказать, на устройства солнечной системы. Там вот перед планетарием целая астрономическая площадка была. И много что интересного. И потом я вдруг узнал, что там оказываются курсы для подготовки к поступлению в вузы физико-математического профиля. Вот я туда пошёл и стал готовиться. Правда, моей подготовки физико-математической не хватило на то, чтобы поступить на дневное отделение. Ну, просто некоторые оформления задач я не так делал, как надо было. Я просто этого не знал. Но на вечернее я всё-таки поступил. Но чтобы, так сказать, поступить на вечернее отделение, нужна была справка с работой. А я нигде не работал. А я учился в музыкальном училище при этом. Вот. Что я сделал? Я пошёл в наш ЖЭК и спросил, не нужны ли им работники. Сказали, нужны. Ну, как вы знаете, в советское время всегда было много мест работы. Мне сказали, вы знаете, вот у нас есть плотник, который ремонтирует окна в основном и двери. Вот ему нужен помощник. ученик плотника. И меня оформили на работу учеником плотника. Значит, какое у меня было расписание. Утром я встаю и первонаперво я бегу на эту работу. Надо было повесить свой номерок, что вот я вышел на работу, меня все видели, что я пришёл. А мой плотник, он обычно к девяти не приходил. Нет, он тоже к девяти приходил. Номерок перевешивал и уходил домой завтракать. Потом он появлялся где-то часов в одиннадцать. Иногда я ему нужен, но чаще всего я ему совершенно не нужен был. Поэтому я шёл в музыкальное училище. Днём, так сказать, отсидел, все занятия. Где-то там часам к пяти я к нему приходил. Мы с ним, ну, чем-то я ему помогал, там, чего-то поднести, чего-то отнести. Вот, потом мы приходили, номерки перевешивали. После этого я ехал, так сказать, на вечернее отделение в Московский университет, на физический факультет. Вот такое расписание было. Ничего себе, да? Но как только я закончил музыкальное училище, вот я тогда устроился в ансамбль, где я очень неплохо зарабатывал. Вот. И был, так сказать, одним из самых обеспеченных студентов. Что мне очень помогало, потому что, ну, мама уже тогда тоже на пенсию вышла, и как раз вот этого хватало нам на жизнь. Но это уже была другая эпоха, это было уже другое время. Это уже были 60-е годы, да. Ну, а вот в 50-е годы, видите, там многое было совсем не так, как в 60-е. Вот. И мама тоже устраивалась. Вот, скажем, в детский сад она меня устроила, устроила куда? Она сама устроилась в Центральный универсальный магазин, который до этого назывался магазином Мюра и Мюрелиса. Может быть, вы знаете. Это напротив Большого театра. ЦУМ, так называемый. Вот. Я несколько раз у неё там был, и что меня поразило, это её кассовый аппарат. Кассовый аппарат был ещё дореволюционный. И там, значит, ту сумму, которую вы выбивали на чеке, там она указывалась, рубли, копейки. И там нарисован был такой указующий перст, и написано «Наличный я». Представляете? Вот. Меня это очень заинтересовало, потому что я таких надписей и таких вообще кассовых аппаратов никогда не видел. Он весь был металлический. Вообще, целый металлический аппарат. Он весил, я не знаю, килограмм сто, наверное. Там надо было ручку крутить. Вот. Там, значит, на кнопке нажимаете, потом ручку прокручиваете, чек высовывается уже в нужную сумму. То есть, если наличный я, значит, ещё и безналичный расчёт был. Ну, он не через кассовый аппарат шёл. А там, вот, какие вы наличные я указываете, там написано. То есть, видимо, там можно было понять, сколько сдачи получить. То есть, вот, допустим, вы платите там 100 рублей, а стоит 98, он ещё вам указывает, сколько сдачи должны сдать. Валерий Алексеевич, я благодарю вас за то, что вы рассказали нам о том далёком и уже не всем понятном времени. Я надеюсь, что наши беседы продолжатся. Да, продолжатся, конечно. Я не рассказал про карточки. Тоже очень интересная вещь. Ведь, понимаете, далеко не все продукты можно было купить в магазине. Почему не все продукты? Ну, сами понимаете, очень много мужчин погибло на фронтах. Да и часть женщин тоже кого-то в оккупацию взяли. Поэтому снабжение было очень сложное. И на какие-то продукты, ну, допустим, там на сахар или там на крупы какие-то, выдавались карточки. Вот. Карточки действовали в течение, по-моему, двух недель. Их надо было отоварить. Если не отоварили, всё, они пропадали. Вот. Но без карточек вы этот товар получить не могли. И что делала мама? А мама тогда недалеко работала. Вот она приходила, занимала очередь. Потом меня вставляла в эту очередь. И где-то часа через полтора возвращалась. Как раз к этому моменту очередь подходила, и она отоваривалась. Вот такие вот вещи, я помню. А ещё, я помню, к нам приезжали молочницы. Представляете, молочница имела два бетона. И через плечо они на ремне висели спереди и сзади. Ну, каждый бетон, ну, я не знаю, литров, ну, больше десяти, это точно. Ну, может быть, там от пятнадцати до двадцати, а там может быть и до двадцати пяти литров. Вы представляете? Двадцать пять. Здесь, двадцать пять, там. Пятьдесят килограмм для женщин. Вот. Они были одеты всегда в какое-то плюшевое коротенькое пальтишко и обязательно у них валенки с галошами были. Вот они звонили и говорили, вам молока нужно? Да, давайте нам молока, там, три литра, два литра. А сметана вам нужна? Она из сумки доставала, так сказать. У неё там... А творожок вам нужен? Творожок. То есть, вы представляете, вот так вот, вот из Подмосковья, я не представляю себе это... Вы представляете, это надо было дойти этой женщине от дома до станции, приехать в Москву. В Москве, видимо, на метро добраться, так сказать, до этого района и главное знать, где она должна свой товар сбыть, чтобы, так сказать, не пойти туда, где её, так сказать, такие же крестьянки тоже будут сдавать. Причём, в один и тот же дом дважды не заходить. Ну, я просто преклоняюсь вот перед такими женщинами. Так вот, когда доставка продуктов-то начала работать, оказывается... Да, 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 доставка надо. А голодно было тогда? Как вам сказать, я как ребёнок особого голода не ощущал. Вот, но было одно обстоятельство, которое меня очень смущало. Значит, приехала двоюродная сестра мамы, вот, такая, Анна Андреевна Каткова, и она устроилась в школу уборщицей, а мама иногда просила её завтраком меня покормить, потому что мама раньше уходила. Так она не только меня завтраком кормила, она меня будила. Но будила меня так, вообще, я очень чутко сплю. Достаточно там где-то вдали что-то там звякнет или что, я просыпаюсь. А она меня будила так, как пьяниц будет. Представляете? То есть, она меня вот так вот тормошила. Вставай! Понимаете? У меня глаза на лоб лезли. Я свой сон смотрю, и вдруг вот как старого пьяница у меня будет. Вот такое впечатление. Дальше. Как-то мне надо было ей принести что-то в эту сотую школу. А у нас тогда было раздельное обучение. Наша 110-я была мужской, а сотая была женской школой. Я пришел, а я знаю, что мальчишки на переменах, вот только перемена начинается, открываются двери класса, и гурьба вылетает, значит, и все бегом, бегом по коридору до соседней стенки, вот до конца коридора. Я думаю, ну, а как девчонки бегают? Пришел, и вы не поверите. А девочки идут рядышком, и вот тихонечко так. То есть, никто не бегает. Меня это так поразило. То есть, девочки, как будто они из другого теста сделаны, понимаете? Им, наверное, сказали, что вы носитесь, как мальчишки, значит, ходите чинно, благородно. Да, это все-таки воспитание того времени. А сейчас, как вы знаете, девчонки так же носятся, как мальчишки. Ну, что, Валерий Алексеевич, подводим итог нашей беседы? Или все-таки еще осталось что-то, о чем рассказать? Да, есть у меня очень много чего рассказать, на самом деле, но как-нибудь до следующего раза. Принимайте наши искренние поздравления от слушателей и зрителей Народного славянского радио, от команды Народного славянского радио с юбилеем долгие, добрые, счастливые, плодотворные, самое главное, лето вам жизни. Друзья, меня зовут Елена Андреева. Напомню, что сегодня команда Народного славянского радио находилась в гостях у Чудинова Валерия Алексеевича, доктора философских наук, профессора-историка. Благодарим вас. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин